После центра консервации, когда документ расшит, обеспылен и обезжирен, теперь мы можем приступить к самому процессу оцифровки. Процесс подготовки к сканированию серьезный, ведь предельно важно не повредить бумагу, которой век и больше. Оцифровка и коллекции периодических изданий, в том числе дореволюционных, в публичной библиотеке занимаются с 2006 года. Часть газет уже в электронном формате. В этом году решили взяться за наше время, тем более, что издание празднует 100-летний юбилей. Это очень большой массив документов. Часть архива у нас отсутствует. Следующая сложность – эти газеты, как вы видите даже из того, что здесь представлено, они разноформатные. Если форматы поменьше в библиотеке могут оцифровать на своем оборудовании, то такие размером А2+, нужно отдавать специализированным компаниям. А это дополнительные траты. Помочь проекту деньгами решено на заседании областного правительства. На оцифровку направят субсидию в 570 тысяч рублей. Получит материальную помощь и театр имени Горького. Театр таким образом получил средства на ремонтно-реставрационные работы. Средства серьезные. Порядка 100 миллионов на 2021 год и почти 270 миллионов на 2022 год. Благодаря этим средствам будут завершены работы по театру. Мы их проводим на протяжении нескольких лет. В преображении ждет здание театра. В частности, будет отремонтирован фасад, обустроят прилегающую территорию, а из внутренних работ предусмотрен ремонт закулисной части. Виктория Щетинина, Тагир Фатахов, Юрий Санкин. Первый. Ростовский.